Приветствую всех на WallStreetOnline. Уже 11 августа и остался буквально месяц до конца контракта сентябрьского. Начнется бизнес-сезон и, я думаю, будут интересные тренды. Этой осенью как-то уж слишком подзатянулся рост по фондовому рынку Штатов и, в принципе, индексов. Как раз про индекс на этом обзоре мы детально посмотрим S&P. Там достаточно интересное событие происходит по сей день. Итак, новости. Значит, на следующей неделе одно важное событие, которое обязательно нельзя пропустить, это фомка. К сожалению, это минус доклад и, на всякий случай, лучше все-таки проследить, что же будет изложено в этом докладе, потому что в S&P уже третий день идет на снижение достаточно так активно. Особенно, если посмотреть по фондовому рынку, ключевые акции там, ну, не слабенько так просили немножко. Ну, вот, видите, это часовики. То есть, неделя у нас, по сути, вот, хороших два ударных дня было. Значит, Retail Sales во вторник, 15 августа и в четверг Jobless Claims вместе с Petroleum в среду. Да, в среду Petroleum и фомка. В общем, вторник, всегда четверг будут такие, по штатам, ну, с изюминкой непредсказуемости. Вот, поэтому, особенно среда. По другим странам у нас ожидается тоже интересное событие. Сейчас мы их озвучим. Так, пятница, наверное, так и закроется. Так, по другим странам. Значит, вторник в Лупе Германии у нас будет отчет. Забыл сказать, что в понедельник Япония отчитается по второму кварталу. Прогноз ожидается в два раза больше, чем в предыдущий показатель. Также будет протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии. И по Китаю объем промышленного производства. В принципе, достаточно фундаментальный показатель. Его по Китаю нужно отслеживать. Так, ну, среда, мы подчеркнули, в основном будут важные события по штатам. Но еще в 11.30 два отчета от Британии. Это изменение числа заявок на пособие по безработице. Планируется, что заявок будет меньше, чем предыдущий отчет. И средний уровень заработной платы с учетом премии. Ну, это уже вторичный. Четверг, кроме штатов, у нас в основном индексы потребительских цен и индекс производственной активности. Это дополняет еще в 11.30 четверг объем розничных продаж по Британии. Так, ну, в принципе, все. Таких из важных событий на следующей неделе больше и не предвидится. Также хотел бы напомнить, что в сентябре очень много банков будет решением по процентной ставке. 20 сентября Штаты, 7 сентября Евроцентробанк, Британия 14 сентября. Потом 15 сентября Центробанк России, Швейцария 14 сентября. А то у нас еще 14-21 Япония. Ну, и это очень-очень в тесном таком промежутке. Средина сентября, грубо говоря. Как раз начинаются декабрьские контракты фьючерсные. И в этом, может, ну, какие-то отчеты могут удивить и вполне даже дать направление мощному тренду на целую осень. Поэтому рекомендую зафиксировать эти события. Вот в начале сентября поставьте напоминание в смартфон, что скоро будет куча-куча отчетов по процентной ставке решения. В недавние процентные ставки практически не изменились по многим банкам. Там буквально один или два вроде изменили. Так, в основном, не из ключевых, так и оставили на том же уровне. Итак, пока все отдыхают и пока все в отпусках, СНП решил всех немножко подшутить. И так, неплохо уже на пол высоты контракта. То есть, у нас получается с 24 движение было до 24,80. Вот уже они практически ниже 40 просели. Даже больше, чем половину они уже сбросили. Возможно, сбрасываются крупными игроками в тренд. Они уже, возможно, вышли. Посмотрим. Если будет изменение, либо не будет изменение процентной ставки. В принципе, если не будут поднимать процентную ставку, это еще более-менее как подходящий вариант для продолжения роста. Могут здесь затариться еще покупками. Как раз пока все в срочном порядке возвращаются из островов. Закрывать свои убытки. Как раз они могут это все делать купить. Так что, неделя достаточно интересная. Но, по традиции, начнем с индекса РТС. Так, посмотрим, что у нас там. Из интересных событий, которые, возможно, вы пропустили, либо не заметили в объявлении. В бета-версии запущен в модуль сервис поисковик MatchChart. Он в открытом доступе. В принципе, все, у кого есть в Wolfix, могут им сейчас пользоваться. Любые непонятные кнопки, либо же функции созданы отдельно SkypeChart. Специальная поддержка именно по этому модулю, так как он достаточно сложный. Это все-таки поиск закономерностей, поиск подобий на истории. Пишите в чате, подобавляйтесь, и вам там подскажут, помогут, и все получится настроить. Потом, открыт форум, в котором вы можете задавать вопросы по некоторым функциям, по сервисам. Также писать какие-то предложения индикаторов, либо расчетов, либо статистики, то есть какие-то идеи. Там же вы можете черпать какие-то данные, которые у вас не были доступны до этого. Ну, в общем, форум открыт, он буквально один или два функционирует, поэтому регистрируйтесь. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Ссылочка. Собственно, вот. System News – это модуль, в котором добавляются какие-то обновления в программе. В принципе, произошли. Значит, вот Skype-группа SearchMatch.net, потом платформа forum.wolfx.net. Вы быстренько найдете его. И, ну вот, да, бета-версия MatchArts. Это из последних самых. А, и количество акций по штатам уже 1400. И планируется дальнейшее расширение списка. Как раз вот на форуме вы можете добавить тикеры акций, которые вам интересны, и вы бы хотели, чтобы они были доступны. Там прям пишите, и это обязательно рассмотрят, и у вас будут те акции, которые вы хотите. Итак, текущий контракт, ликвидность в неделю, как раз вот, ведь 4 дня и НРТС тоже немножко сбросили. Идет на стандартном уровне, без аномалий, без излишек. Буквально, вот вчера полмиллиона оборот был. 464, 488 и 492 сегодня. По дельте были в основном байеры до 8-го числа. Ну, здесь, естественно, у нас дельта в основном за селлером 9-го, 16-го и вчера 21-го. Сегодня, похоже, что сбросили перед выходными эти продажи. И, как видите, коррекционная динамика по пятнице это подтверждает. Давайте посмотрим по открытому интересу. Значит, восьмое и девятое открытие позиций. Вчера и сегодня в основном фиксация. Хорошая фиксация как раз вот сегодня. Видите, 11-е число по сравнению с 14-ым, 685 до 671 показатель упал. Так, ну, в общем-то, все внимание на сессии 8-го и 9-го числа. Там был зафиксирован приток позиций. И мы на 15-минутном таймфрейме рассмотрим более детально. Значит, VWP у нас на 102-800. Крупный уровень. Причем, давайте сделаем вот так. На 104-й. Я думаю, что там как раз вот 8-го и 9-го числа было открыто немало продаж. 104-200 по 104. Обязательно возьмите в качестве сопротивления. То есть, среднесрочно в ближайшее время он вполне может себя снова проявить. Поэтому зафиксируйте на всякий случай. 103-500 отдельно можно выделить уровень. Тут буквально плюс-минус еще до 103-350. Захватить коридор тоже в качестве сопротивления. И отдельный уровень 103-750. Здесь, сейчас посмотрим, сколько там. 12 тонн по бедам прошло. 15 на 104-й и 11-12. Ну, здесь практически весь коридор. Достаточно мощные беды были. Так, сейчас у нас еще 102-0-50 отдельной ценой по поддержке выставим. И, в принципе, ну, на минимуме, само собой, промежуточный 2-го ранга сопротивления 103-0-50. Могут защищать, могут и не особо проявлять интерес у селлеров к этому уровню. Так как, в принципе, здесь в основном фиксация была. И, возможно, дополнительные шты были открыты, ну, пока один из ближайших уровней сопротивления. И еще самый верхний, 8-го числа, был как раз под открытие позиций 110 тонн по бедам. Возьмем крайний диапазон. Это уже блокпост со стороны селлеров. Ярким оттенком зафиксируем. И по дельта процент давайте посмотрим. Значит, с 7-го 1,7-1,8. Тут ажиотажно были как раз 4-го числа. Потом, вернее, не 4-го, а 8-го числа 4% дисбаланс был, достигал почти 4% вчера и 3,5% в среду. Как раз в середине недельки была достаточно агрессивно, активно и невероятно ударной, особенно четверг. Так, теперь посмотрим более детально на 15-м таймфрейме. Потом Сбербанк-Газпром закладим и... ВВП в районе... Ну, недельный ВВП 103-300. Давайте вот сейчас зафиксирую, пускай будет. То есть, это средневзвешенная. В отношении не ориентируемся. Отклонения были основные в вторник. Прям под закрытие самое сильное отклонение от ВВП. И сегодня до 12-го часа как раз сильно ушли с учетом четверга. Так, ну, в общем-то, если на следующей неделе так и будут оставаться ниже индикатора ВВП, у нас похоже, что намечается еще продолжение снижения. Так, тут мы все правильно сделали. А здесь мы сейчас поставим помощнее в фильтрах. Итак, напомню, что у нас еще действует конкурс по... Даже не конкурс, а мы вручаем бонусы победителям по бирже CME, общий рейтинг и по бирже Fords. Первые три места получают плюс один месяц доступа по пакету, который есть в наличии у участника. Принимать участие могут абсолютно все. Окно ордеров после trial-версии доступно трейдерам. Трансляция сделок обязательно, то есть, чтобы принимать участие, нужно транслировать свои сделки и... Не... Там есть два счета у вас виртуальных. Можете транслировать реальный счет, можете транслировать виртуальный демо-счет. Так, ядро недели 103.350-104.200. Дополнительный уровень дофиксируем. 102.200. 102. Не, 101.950. И сейчас мы проверим по ликвидке. Обратите внимание, среда и четверг у нас, получается, была активность непосредственно на открытии штатов. Вот эти участки. Видите, даже больше ликвидности, чем утром. Только в пятницу более-менее стабилизировалась активность утром, а не вечером. Вот у нас достигали 37 тонн за 15 минут. Здесь 38. То есть, похоже, кто-то что-то знал, либо же запустились автоматы. Так, и еще один уровень. Вот сейчас как раз на нем торгуется цена. Это 102.900 по 102.750. Пока поставим его нейтральным цветом. И открытый интерес сейчас вместе с дельтой разложим сетку уровней по индексу РТС. Итак, ядро 103.350. 104.200. Это основной коридор, где была размещена базовая ликвидность в течение недели. Здесь задействован вторник. Практически вся среда и половина четверга, то и больше. То есть, три дня из пяти в этом коридоре все ударные силы были ставлены по дельте. Как видите, распределение по ценовой шкале. У нас корректируем немножко уровень поддержки. Очень рядом вместе с ликвидным. Но ликвидный коридор массив и массив плотной дельты не всегда может быть прям точь-в-точь по одним и тем же коридорам. Видите, чуть-чуть смещается чуть выше. 102.160, 102.350. Очень плотный коридор байеров. Возьмем в качестве поддержки. Это самый... Ну, вот в сетке уровней. Это очень важно отслеживать непосредственно. В любом объемном массиве может часть ценового коридора быть плотно проторгованная байерами или божиссерерами. Часть может быть разнобойная. То есть, пока формируется массив, там может тоже происходить и фиксация, и открытие. Так, это у нас вторник отпечатался по коридору 104.360. по 104.620 вот здесь покупки. Но их уже, в принципе, эти уровни пробили. И брать их сейчас во внимание тоже не стоит. Хотел бы еще отметить по... Здесь, правда, фиксация была, но достаточно так жестокая. Здесь крупные дельты на шорт. Войдя дре мы отметим 103.050. По 103.50. Вернее, не 103.50, а 103.500. 103.103-103.500 самые крупные выбросы по продажам. И еще один такой уровень. 103.850. Это самые мощные агрессоры на продажу, в принципе, на шкале данной недели. Итак, убираем сейчас ликвидные массивы. Оставляем непосредственно только необходимые коридоры. Здесь мы выставим сопротивление, так как у нас там... Одни из крупных 102.900. Тут ошибка, вот. Диапазон сопротивления. Тут как раз в четверг было активное действие селлеров. 103.500-103.850. По ликвидности из них 103.500-103.850. Отличился достаточно в ударном. Поддержка 102.050-102.350 за счет, ну, не сверханомальных объемов, но активность даже на общей дельте на ценовой шкале зафиксирована. И крайний блокпост уже по байрам я беру не с учетом четверга, а непосредственно вот в пятницу реверсивная часть на таком достаточно слабеньком объеме. Разворотец произошел без вливания кэша, поэтому тут, скорее всего, зафиксированы не байеры, а фиксация шортов. Поэтому уровень второго ранга, то есть, не такой надежный. Поэтому проследите за ним, но делать ставки непосредственно на защиту этого диапазона будет немножко рисково. То есть, минимум недели, байеры на минимум недели без ликвидности, тут ее особо, видите, нет. Здесь-то, понятное дело, с открытием, но вся часть, которая реверсивная, она прошлась без особого объема. Поэтому вот нижний уровень, это второй по значимости, его можно только в качестве сетки уровня использовать, мониторинга. Сбербанк. Так, тест. Раз, два, три. Тестируем связь. Сбербанк. Значит, вот такая у нас динамика на Сбербанке. Он ушел по техническому анализу, можно так даже сказать. Давайте сейчас мы ее подсветим поярче. Вот был уровень поддержки. Это еще на том обзоре мы установили. И такой гейб, как мы видим. Вышли за коридор уровня поддержки и вернулись на исходную. Посмотрим, либо это закрутие гэпов. Под дельте у нас эти вернулись байеры. Опять же, тут же активность самая была мощная 9 числа. Тут до обеда, до 14.00, агрессивно работали селеры. Мы сейчас фиксируем этот коридор, а вы на сетке уровень выставляете 173.40 по 174. Ровно это сопротивление. Как видите, несколько дней здесь формировал 9 числа Сберб мощную площадку. Мы уже 10 числа начали из нее дисбалансировать и отработали, защитили под вечером четверга. И сейчас мы ниже данного коридора. Поэтому, как сопротивление, он еще активный. По поддержке в более свежий уровень, это текущая вечерняя активность. Опять же, она может быть вызвана фиксацией продаж. И на акциях у нас нет открытого интереса, но мы посмотрим за активностью на фьючерсном контракте на эту акцию и взвесим все за и против. Так, тут идентично. Дельта фактически совпадает с стаком. И даже активность последняя тоже. Сейчас мы выделим непосредственно текущую неделю. Так, дельта была очень ударная утром. Проскакивала по 16-11 тонн. И сейчас вот дельта идет на фьючерсис 12 часов на стороне байера. Посмотрим по открытому интересу. Ну, это не агрессивное открытие. Это, скорее всего, вот слишком просел сберф. Его решили под вечер, видимо, взять. Тут немного открыли позиции. Ну, как немного. Вот под Америку достаточно. Как раз вот этот импульс и произошел. Но на фоне всего периода с июня у нас активность практически на пиковом уровне. Количество открытых позиций невероятное. Возвращаемся на акцию. То есть, непостоянное открытие они открывают, потом фиксируют. То есть, менее надежная активность на продолжение тренда. Но пока есть такой открытый интерес, в понедельник могут даже чем-то удивить. Так, это у нас сбер на таймфрейме в один день. One day. И, обратите внимание, на ликвидность 11.08. 6 миллионов оборотов. Похожие обороты были 12 и 13.07. В июле, как раз в этой точке, они активно себя вели. После этого уровень удержали, не сдали. И продолжается по сей день рост. Также такая ликвидность была даже чуть больше в этой точке 30 июня. В общем, и сегодня такой же по степени ликвидности оборотов. То есть, на уровне с самыми крупными на этом периоде. Закрывается пока пятница у своего максимума, но не на максимуме недели. У нас еще две сессии сформировали уровень сопротивления. Сейчас мы их зафиксируем. Поэтому нужно внимательно следить, как будет происходить защита с 172.5 по 175. Так, сейчас мы установим здесь процентный перевес. И вся ударная часть пришлась на 9 число. Здесь два дня защита 174. Важный уровень сопротивления по Сберу. Вот этот плотный по ликвидности коридорчик. Я думаю, мы его сейчас и захватим. 173.4 по 174. Чуть-чуть выше там еще одна цена была. 174.2 возьмем в этот же коридорчик. И 174.8 по 175.1. Это вот базовый набор сопротивлений, уровней сопротивлений. А такой агрессивности, как 9-го, 10-го, у нас на покупках сегодня не замечено. Общая дельта в 790 тонн была ударная в 9-го числа. Уже меньше в 10 раз вчера. Соответственно, были байеры на этом дне. И сегодня уже почти 200 тонн перевес на стороне байеров. В процентном перевесе это, конечно, не ажиотажно. Но 3% куда лучше, чем 0. Значит, у нас были агрессоры по 30%, по 26%. Сегодня практически близко к нулю. Но еще не вечер. Значит, возьмем по поддержке. Пока не пробьют в этот коридор, в 169-170, вполне есть шансы на восстановление после коррекции. Тут 3 дня ударного прошлись по 169-170. Это как раз и будет решающим моментом в сохранении восхищенной динамики. В принципе, если нефть особо не просядет и не уведет РТС в южные тренды, потенциально может хотя бы до сентября еще сохраниться цена в районе 170-175. Там уже дальше будем смотреть. По объемам, видите, здесь 10-го числа было практически 3 миллиона оборотов. То есть, в 2 раза меньше, чем сегодня. Соответственно, уровни той сессии не так ключевые. 4,9 и 5 миллионов оборотов на максимуме, как видите, 8-9 числа. Это 3 основные сессии на этой неделе, которые были по СБРУ. Уровень поддержки и сопротивления у вас есть. Теперь мы переходим на Газпром. Итак, сессия на Газпроме, это 15-ка. Мы сейчас придем на Дэй. Значит, предпосылки на то, что попытаются полностью закрыть гэп, пока, как видите, уровень сопротивления тютелька в тютельку отработан. 124. Он так еще и не пробит. Его пытались осилить 8-го числа. А вернее, 7-го, sorry. И по дельте. Да, обратите внимание, ликвидность. Импульс по, скажем, на торможение шортов. На время, вот, создали 28-го и 31-го числа, реверсивная двугневка. И поддержка в этот период сформирована в районе 116-116 копейками. Это основной базовый уровень поддержки на данном тренде. И обратите внимание, как открылась пятница относительно четверга. Видите, жестокий пролет фактически равносильно гэпу. Это утреннее проскальзывание, которое происходит. Как только открывается биржа, ликвидность 2, 1,7, 1,4, 1,8. То есть, два оборотов было только в 9-го числа и 7-го на этой неделе. Ну, два дня просели по ликвидности. Не такие ажиотажные, но, в принципе, если брать в среднем последнюю активность этого периода, вот можно взять таким образом, выставить линию. Ой, не так, а вот так. То есть, ориентируясь на вот эту центральную часть, ну, видите, просели немножко по ликвидке, поэтому и покупки были слабыми. То есть, в них верить не стоило. Этот период ядром мы зафиксируем 118,2. Это коридор ориентирный, то есть, на него нужно полагаться в плане, кто контролирует цену. Если мы ниже торгуемся данного диапазона, у нас пока байеры ничего сделать не могут. То есть, они пока еще не зашли. Давайте посмотрим по дельте, что же там произошло-то на Газпроме. Ну, все было неплохо, но дельта падала, видите, на рост. У нас закончились силы уже 7-го, 8-го. Остались только надежды. Полмиллиона, полмиллиона дельта 9-го числа. Сегодня почти полмиллиона. Три дня с 9-го числа, вот третий день, идет в детсерах без перерыва и отдыха. Единственная цена это вот 116, и там, если не ошибаюсь, еще чуть ниже, но она будет не столь существенна. Тут почти миллион без 250 тонн. 755 тысяч. 836 по АСКОм прошлись. 116-е. Это понятно. Вот уровень 117,5. Здесь интересно. Здесь 175. Тут почти 400 тонн. Там 200. по агрессорам, которые были 9-го числа, здесь 179 тонн. Общая 574. Это означает, что тут практически по каждой цене идет перевес на стороне селлера. начиная с... Здесь 40 тонн перевес, тут почти 60, тут не сильно, тут 40 тонн перевес, тут почти 50. Ну, в общем, давайте я зафиксирую, какие цены победили селлеры. Тут 79 против 29, рядышком же 130 против 98 у нас. Вот 60 тонн тоже, это победа селлеров, причем, напомню, что здесь имеется в виду 9-е число. Чтобы его выделить, ну, непосредственно с 9-го числа будет идти сетка на этих уровнях. Соответственно, таким образом, якобы, выделяем именно это число. То есть, до этого числа мы не учитывали. Так, ну и самый сумасшедший дисбаланс, это 179 тонн против 50 по 118,3. Тут перевес такой достаточно существенно на 120 тысяч. В среднем, там по 20-ке, тут тоже не сильно, ну, еще 50 тонн, вот, на уровне 90, ой, 118,9. Так что, вот этот диапазон очень плотный и, начиная с 118,5 плотненько до 119 стоят. Ну, перед этим самая агрессивная дельта, 118,3. Причем, обратите внимание, прошу заметить, это стоит учитывать и в торговле, и в анализе рынка. Самый крупный дисбаланс, который вы видите, он пришелся на минимум дня. То есть, ну, можно сейчас разобраться, посмотреть, это было в начале торговой сессии, где открылись и так далее. Ну, открылись у нас показатели, вот, закрытие здесь. Соответственно, это примерно там в середине сессии было, либо же под вторую половину. Но в общем коридоре, это у нас минимум дня, фактически, открытие позиции было с таким дисбалансом. На следующий день выбросили всех по самой прайс-открытие среды. Весь четверг, по сути, был на выброс селлеров. И пятница ушла с дисбалансом на четверга. То есть, агрессор достаточно такой, не слабенький. Поэтому, вот эту динамику не упускать из виду, это не просто так, я думаю, настолько сильно просели. Ну, фактически, 116-я последняя надежда. По итогам сессии текущей сель и бренд 0,8 и 1,3 процента положительно закрывают сессию. Вот, непосредственно длинную. Сейчас мы рубль рассмотрим. Пол процента просел рубль сегодня. Итак, рубль. Седьмое, восьмое, девятое и десятое были в общем зачете агрессоры со стороны байера. Сегодня 20 тонн на селлере. Непосредственно у минимума недели в этот коридор селлеров. Цена болтается пока ниже этого коридора. Поэтому, на всякий случай, зафиксируем этот диапазончик. Возможно, они так и не пробьют этот уровень в понедельник. И мы посмотрим, какой будет интересная защита этого диапазона в понедельник вторник. Так, здесь мы 11-е поставим. Все конкретно этого дня касается. Спекулятивный уровень. Итак, байеры поработали у нас. Давайте посмотрим, где у нас хоть открытие было. Да, 9-го числа открывали позиции и позиции открывали 11-го сегодня. Общий по ликвидности у нас относительно контракта давайте взвесим. На среднем уровне нет аномальных вбросов и нет излишков. Не слишком мелкие обороты, но и не слишком крупные. То есть, ровная неделя по ликвидности, по сути, без каких-то нормальных событий. Стоит заметить, в общем зачете по цене 60-120 у нас уровень очень ликвидный. Взять можно коридор, тут прям во всем коридоре выше миллиона оборотка. 60-0-60, 60-200 и по дельте обратите внимание, поддержка тут прям до 280 идет, агрессивная такая. До 27-го, 27-го, 27-го. Вот она у нас отмечена. Нет, 28-го. Промазал. Так, вот. Особенно плотно, вот 600, вернее 60-160 по 260. 120 по 280. Это я в существенном двух дней. И 120 по ликвидности также совпадает. Пока эту поддержку вот всю неделю мучают, и в пробитии данного диапазона будет означать, что у нас... В Газпром на самом деле, Олег, проваливается уже достаточно долго. Затянулось у них там это вообще событие. Посмотрите на большом таймфрейме, они там долго валятся. У них по сути там коррекция только одна или две была толковая, с надеждами. Так, в принципе, каких-то аномальных вбросов было, да и нет. Уже ушли ниже. Так, по поддержке еще стоит выделить. Тут небольшой участок, 59,860. По 59,960 второго ранга тут в 4 сессии даже. Даже 5 агрессивно работали по ценам. Это уже второй уровень поддержки, который нам встретится при дальнейшем снижении. По сопротивлению из свежих уровней, с учетом дельты, у нас дельта 3 дня из 5 была на стороне байера. Понедельник нулевая. И сегодня у нас селлер на 20-м перевес. Сильные уровни мы сейчас... Вот, фиксируем. 60,900. О, о. Тут прям 100 тонн. И так, и так, селлер перевес. Ну, остальные уровни пока уже пробили. Давайте посмотрим, что здесь. 55 тонн против 32, но более-менее из всего списка тут действительно самый топовый дисбаланс. По дню 60,900, 61,060. Две цены с таким сильным агрессором. Потом по прошлой неделе еще 2 числа вот коридорчик активный, даже, можно сказать, интересный. Ну, пока еще дойти до 61 нужно еще постараться. Значит, 72 тонны был дисбаланс 9-го числа. И, в принципе, если понедельник как-то уж очень просто выходит за коридор ядра недели, давайте его зафиксируем. Значит, тоже по сопротивлению. Стоит обратить внимание, пока цена будет стоять ниже данного диапазона. Коридор сопротивления за счет вот этих агрессоров в пятницу. 21 тонна. Четыре дня, ну, даже три так точно по дельте у нас шла дельта на байере. Из них один день прирост был неплохой. Вот. 32,80 по 33,50. Потом снова зафиксировали байеры. И сегодня опять идет открытие. 3,310. Это не пик активности. У нас уже он пройден. 3,6 идет фиксация по части. Тут небольшой приток по открытым позициям. То есть, пока цена болтается ниже первого сопротивления, у нас есть шансы на продолжение исходящей динамики. Но ее сразу же встречают плотный по байерам коридор 60-120-62. Сейчас мы на споте это все еще проверим еще разочек. Потом у нас сопротивление 60-961-60. И цена 60-700 за счет агрессоров, которые несколько дней подряд по одной цене агрессивно атаковали. Это вот по поддержкам и сопротивлениям. Коридор справедливый и объемный. У нас практически вышли за этот коридорчик. 60-480-760. То есть, пока будут ниже данного диапазона. По поддержке, внимание, на 240-120. И дальше уже там 59-й будет, скорее всего, уже на следующем обзоре. Ну, доплывем до тех времен. Так, дельта не особо в процентном перевесе. Давайте посмотрим, что там творится на споте. Ну, по австралийскому, канадскому хорошо. Напомните, когда вот сейчас мы уже валютный раздел начали, после еврика. Напомните, сейчас мы просмотрим. Вдруг, если забуду, на всякий случай напомните. По влиять ли завершение контракта на ее падение. Если вы про текущую активность, то еще целый месяц контракта. Контракт длится 3 месяца, а еще один месяц торгов. Вот, поэтому, если достигнут какой-то значимый уровень и выходят крупные участники, тогда это может влиять на движение тренда. А непосредственно близость к экспирации, это за неделю, за две уже будет иметь значение, иметь степень важности. То есть, треть контракта позади, если тренд выполнен по некоторым инструментам, вот как по S&P, это еще учитывается. То есть, там 2 месяца динамики и вот только сейчас коррекция началась какая-то. Ну, еще месяц торгов впереди. Тут, ну, как бы еще приближение самого доклада ФОМС, троллим в среду, там же и кучу. На следующих неделях, то есть, ну, возможно, кто-то решил обезопасить свои вклады и вытащить кэш. Так, по споту. На этом периоде лета у нас самая активная часть коридора была 59-59.25. Зафиксируем это по левой гистограмме, видно, что даже можно... Нет, 59-25 это справедливый коридор. Значит, 59-85 по 60-15 копеек ядрок. Не контракта, а за период, за квартал фактически, за два месяца. У нас 15-06, как фичасты контракты начались, мы так, ну, ведем учет. И просто жуть, какая аномалия была на 57-75 с тех пор, у нас 2 миллиона, и ушли, и больше туда не возвращались. Это зафиксируйте обязательно, достаточно интересный уровень. Значит. Так, теперь по ликвидности какие у нас обороты. Ну, на споте, как видите, тоже четверг только отличился 3,5 миллиона оборотиц. Так, все системно, ровно в районе 2,9 обороты каждый день. Там 3 проскакивают. На прошлой неделе там 3,4 было. Было так, в принципе, все ниже 3,5. 2,9 сегодня закрыли. Вчера было 3,5. Значит, из этих активных всего лишь 46, 20, 57 дельта сегодня, вчера и позавчера. И достаточно агрессивно атаковали в 8-го числа и 7-го. Видите, вот 422 тонны дельта в эту сессию пришлось, и потом такое движение было. Практически рядом у нас активность была 8-го числа, пока этот уровень сильно не просели. Вот даже пытаются защитить. На всякий случай возьмите вот эту точку, крайний диапазон уже 70, вернее, чуть-чуть выше. 212 тонн, вот она, развесовочка до 59,8 за 10-е число. Сильный дисбаланс. И обратите внимание на перекосы по дельте, по 60-м уровню. Здесь 300 против 454, тоже со стороны пайров. Так, отметили 9-е число. Ну, там, в принципе, весь коридор усеян такими ребятами, поэтому мы его давайте зафиксируем как плотный коридор. И у нас идет с 7-го, начало недели, по 60.1. 59-95, 60.1. Ну, крайне усеяно много, где сервис на покупку. Используем как маячок, если уходит с под понедельник, крайне как-то поспешно выше данного коридора. Соответственно, то, что мы наблюдаем сегодня, не что иное, как просто еще один сброс топорей. Вернулись прямо на 59,85. Тут у нас 272 тонны, 100 тонн перевес. Дельта все равно на стороне байера. Тут за счет вот этих ребят, тут достаточно сильно поработали. Тут перевес. Практически вся сессия за байерами, просто периодически вот такие сбросы идут. Вот, 60-15, напомню, здесь у нас селлеры. Коридор сопротивления как раз и формируется 60-15. Мы его зафиксируем по 60. А3. Сейчас может быть точно, да, 60-3. Это вот диапазон, который, в принципе, могут селлеры снова забросать камнями. Ну и самый пик, самое хитрое, по 60.8. Сиганули в шорт. Это было у нас 3-го и 2-го числа на самом пике, на самой коррекции. Ну, вернее, на завершении вот этого движения. Видите, дельта-то только увеличивалась на покупку. Буквально всего 3 дня из этой недели. В нулевой, если бы были хотя бы дельты на стороне селлера, ну, никак, видите, вообще не появляется. Там буквально надежда на коридор 60.3 по 63.15. Это вот действительно как плотный коридор евро. Для любого фьючерсного контракта близость к дате экспирации говорит о том, что даже крупные участники будут сбрасывать свои позиции по самым лучшим ценам. Если бы был тренд на рост, соответственно, мы будем замечать активность на продажу. Чем ближе к экспирации, тем активнее они будут себя вести. Вот. Касаемо тренда на снижение, все точно так же, только зеркали. Чем ближе судный день, тем больше участников сбрасывают позиции. Вы можете это видеть по открытому интересу. Демонстрирую. Я включу сейчас прошлый контракт. Июньский, это весна, и с 15 числа по 15 июня. Сейчас мы еврик посмотрим. Я просто хочу показать, чтобы вопрос Вадима был закрыт. Так, теперь включаем. Вот, начало контракта. Все только начинают заходить. Видите, как растет открытый интерес. Это вход. В начале контракта это уже экспирация близится. Судный день все ближе и ближе. Видите, как выходит быстро. Всю неделю. И выходит на самом минимуме. Кто-то начал выходить уже здесь. Кто-то здесь выходить начал. То есть, но не на рост под конец контракта. Ведь последний фактически месяц они только искали, где можно выйти. Удерживали цену очень агрессивно на минимуме контракта. Наверное, чтобы все, кому нужно, вышли. Вот. Если добавить текущую дату. Вот здесь мы поставим сейчас 10, даже 20. X-click у контрактов. Вот, видите, вот этот фикс. Так, мы сейчас отключим эти гриды чудные. Начало официального контракта. Вот. Здесь начался снова возврат. И текущий контракт у нас получается даже по активности вроде как... А, нет. Прошлый был более активный. Пик был 3.8. А здесь у нас 3.6. Ну, тоже неплохо. По сути, сбрасывают вот с пика вот этой точки 61. 400 идет снижение. Количество позиций. А равномерный, просто прям под линейку чертей, прирост позиций шел до самого июня. Даже до его... Да, до конца июня, фалтис. 25 число прирост был постоянно. Сейчас вот постепенно сбрасывают. Итак, еврик. По евро агрессивная дельта 4 числа 10 тонн. Пока еще не осилили диапазон, но атакуют. Дельта была только вчера 3.5. Все остальное время, начиная с 1 августа, у нас агрессор прям не устает совсем. Так, по открытому интересу после 4 числа вся неделя фиксируется. Тут никто не открыл позиции. Ну, то есть количество позиций не стало больше, только уменьшается. Так, и отметим важные коридоры 169 по 1665. И еще диапазон, который пока вот весь сформирован на фиксации. 175, 1785. Это у нас похоже, что какие-то фиксы, либо выкидывают байеров из восходящей динамики. И давайте посмотрим по объему. Объем равномерный, 4 дня абсолютно ровная ликвидность. Скорее всего, автоматы сами с собой торгуют. В виде ни прироста, ни снижения. Ровная ликвидочка, 4 дня прям. Один только понедельник был тяжелый, видимо, у автоматов. Так, из них дельта все время была на солерику. Кроме четверга там, видимо, сбросили. И открытый интерес, как видите, в ничего не вливается. Так, теперь идем в канадский, посмотрим. Да, пока все в чате еще. В сентябре будет 4 открытых вебинара с разными темами интересными, которые проводятся перед началом курса Smart Volume Trading. Как-то будет собрать всю подборку таких открытых вебинаров. Там разные темы могут быть. Вот стратегии, заканчивая разными исследованиями. Будет интересно, в основном по средам. На сайте можете подписаться на рассылку приглашений. В ориентирная дата 1-11 сентября. Первый открытый вебинар. Приходите, будет интересно. Так, летом достаточно немало исследований проводили. И, в общем, есть чем поделиться. Канада ушла ниже WP. 08 давно позади. И, где дров также за текущим ценником. Поэтому тут пока не уйдут выше, опять же, этого коридора. Вот пока, прикинь, поддержка выстроена. И позиции открывали 9 и 8 числа. Причем это пик. Пик по Канаде, по канадскому. И 10 фикс небольшой. Не, вот как раз 10-го сбрасывали этих ребят, которые 8-9. Сейчас по дельте посмотрим. И немного был фикс на самом деле сегодня. По дельте вот такая, в общем, решетка. Агрессивная, ударная уже позади. Тут сессии 27 по 25 верхушка. И 3-2 августа. Самое агрессивное. Фактически ядро. Оно и есть сопротивление. Поэтому его пройти для байеров обязательно. Либо же будут защищать, соответственно, эту возможность зайти повторно в шорт. Но уже с отработкой главного массива. То есть основного массива ядра. Сегодня дельта несущественная 1.4. Потенциально может быть фикс просто шортов вот этих. ВВП в районе 79.2. Если бы уйдут ниже 786-й, там, по сути, шел такой агрессивный ударный импульс, промежуточная дозагрузка. Но вряд ли ее будут особо серьезно оценивать. 0.78. Как вариант, только как круглое число. Но с точки зрения объемного анализа, тут это уже истории. Да, и перевес там тоже не особо большой. То есть по фильтрам подсветился уровень, но еще нужно смотреть, насколько там сильный дисбаланс. Не такой, чтобы там возложить огромные надежды. Второй у нас коридор по приоритетам идет 775-76.95. В качестве второго ранга по поддержке. И сопротивление фактически все ядра контракта 795-800. Потом Австралия. Да, Австралия же была запрошена. Так, Австралийский и потом нефтишка. Посмотрим. Так, ликвидность прям под линейку уже вторую неделю идет. Соответственно, как видите, под линейку идет и котировка. Это... Я подозреваю, что это как раз отображение того фактора, что все на отдыхе, на островах, на морях. Автоматы сами себе продают, покупают. И, соответственно, все схоже и в ликвидности. Буквально вот 1 августа там что-то соскакануло ликвидка 112. Так вот 86-80-90. По открыткам. Четыре дня последние. Восьмое, девятое, десятое, одиннадцатые открытые позиции. Причем, по сути, по контракту тут прирост и самый пик. Ключевое событие, видимо. Отрабатывают поддержку промежуточную. Семьсот восемьдесят триев. Тут до 78-й в коридорах. Еще не вечер, как говорится. И защита идет. Или не защита. Сейчас посмотрим. Так, с 6-го числа. Можно сказать, даже с 1-го августа тоже дельта на стороне селлера. Открытие позиции 4 дня идет. Ну и по байерам, если смотреть с точки зрения активности байеров, 70-85, 78-65. Это вот диапазон, который даже чуть выше сейчас возьмем. По последней. 787 ват. 785, 787. Это вот более-менее по активности можно назвать поддержкой. Хоть там и дельта небольшая на продажу, и сегодня даже какая-то на покупку. Ну, по крайней мере, ценник стремится к северу. 79 сейчас. Если понедельник будут удерживать 785, 787, дальше атакуем VWP, ну и более-менее уже дорога открыта в хоть какой-то динамике на рост. Ну и дельта желательно подходящая. Вот, 793 и 794 это сопротивление. Пока вот ближайшая как раз за VWP сразу. Ну а там уже выше 0.8 берем спокойно. Сопротивление агрессивное по 15 копеек. Так. CL. Обратите внимание, это 15 минут в таймфрейм. Агрессивный шорт, который был с 50.20 с копейками по 48.337. Ключевое событие было вот здесь. Здесь 10.30 на NIMAX. Тут прошло 100 тонн. Оборот за 15 минут. Потом 44. На этом же практически уровне, вот, этот 15-минутный импульс. Снова высокая ликвидность, но правда не такие 100 тонн, но по 50, по 40 достаточно часто. Ударные объемы, которые спровоцировали такое снижение, они все пришлись на вот этот участок. 100 тонн у нас, если я не ошибаюсь, я сейчас перепроверю. Да, вот это 15-минутный импульс, 107 тонн. По следам событий. Далее в агрессоры начали уже заходить водги на самом пике и раскачка уже произошла на вот этих уровнях. Это вот эти выделенные участки, это массивы дисбаланса. То есть, такие очаги, очаги сильных агрессоров. Соответственно, мы сейчас их выделим более точно. Сейчас зафиксируем эти сопротивления. Значит, ликвидность. Посмотрим. Давайте на 1-минутной фрейме, это будет удобнее. Так, на CL-ке у нас с 7-го числа шла все хорошо. Дельта на покупку. Тут 10-го решили всех кинуть. 27 тонн причем. И снова покупка. Вроде как все просто, вроде бы ничего сложного. Такое мы уже видели на неделе завершения июля. Вернее, да, июля. Вот у нас был рост, был неплохой рост. Потом скинули всех байеров до этого защищения. И повторяется у нас картина. Массивчик на покупках, аккуратненький. И потом скинули всех. Ну, коридор вот этот, который был по агрессорам очень плотный. Его нужно пройти по объемам. Ровненько по ликвидности. Тут 3 восьмерочки сделали. И сегодня процент 40. Открытый интерес. Не рос с 6-го числа. Причем скинули достаточно сильно. Там, скорее всего, экспирация на носу и переход на новый контракт. Мы сейчас добавим склейку контрактов. У нас восстановится более-менее значение. Где там контракт? Сейчас проверим на Октябрьском. Может, там заходит уже сильно. Так. 380. Да, вот здесь заходит. Пока по объему коридор 49.75-49.2. Те, кто торгует индекс РТС и либо же нефть, за экспирацией нефтянки очень важно следить. Потому что сброс позиций перед экспирацией на нефть, либо загрузка в начале контракта, это дело фундаментальное. 48.2, 48.45. Это поддержка, которая 25.07. Как сформировали агрессивный массив на покупку, так только пришли. Вот четверг тестировал и пятница пока еще тоже отдала честь. И по ликвидке в 43, 49, 45, 47. И вот четверг немножко отличился, был почти 70. 3% отличился 4.4.2. Было пятнашка даже 6-го числа. Агрессор на продажу. 30-го, что на 18.6. Так. Итого по октябрьским поставкам у нас... Смотрим сопротивление. По дельтет. Так. Плотный коридор селлеров начинается с 49.15. И заканчивается с 49.55. Крупно, очень крупно поработали ребята по 50. Это на октябрьском контракте уже на... Поставку в октябре. Так. Надо смотреть еще следующий. Это в процентном соотношении дельта. И... Как видите, поставки на октябрьском в основном шли селлеры до 8-го числа. И усилилась агрессия 10-го числа от 2.9. Смотрим следующий контракт. Поставка в ноябре. 11 тонн тут мало. И еще посмотрим в декабре. Ну, здесь хоть 22 тонны. Значит, по дельте, по открытому интересу. Тоже без прироста. Посмотрим сейчас дельту. Скинули, да. Вот, видите, по нескольким контрактам идут шарты. Только текущий контракт. Были покупки, а потом скинули всех байеров. Вывод. Следим за текущими диапазонами. Но поглядываем параллельно еще и на следующие поставки. Тут по сетке выделяем сейчас на пятнашке из уровней. Я буду непосредственно ориентироваться на события 10-го числа без боковой гистограммы. Она нам нужна только для объема. Ядро. Это номер 1 коридор. 49.04. И заканчивается вся эта агрессия. 49.47. В общем, пол доллара. Коридорчик такой. Далее. Площадку якобы для старта возобновления роста. 48.29 копеек. По 48.45 копеек. Сформирован уровень за счет пятницы. Пятница у нас идет не самая показательная по байерам. Но они хотя бы были. Шарты, которые набрали в четверг, уже перевес был. 6.2 до 6.97. Так, в принципе, стараются байеры в основном. Похоже, что действительно их сбросили. Подтверждение этому будет счастливый выход за 49.5. И повторно уже отметка 50 будет снова у нас ключевой. Это из простых таких коридоров. Вот 49.5. Хороший маячок на продолжение роста. И, то есть, по сути, надо пробить вот этот крупный коридор. В нем находится сопротивление одно, второе. И за пределами этого массива мы фиксируем вот здесь активность агрессоров. Потом 50 можно округлить. Тоже следим внимательно. И из ближайших, вот сейчас, пока застыли, у 4,3 восьмерки. Ох, любят на фондовом, вернее, на Уолл-стрит 3 восьмерки. Прям, не знаю, то ли это китайцы торгуют так. У них там восьмерка прям божественное число бесконечности. Сопротивление, вот ближайшее, которое было относительно пятницы, уже прошли. Следующий коридор, вот у нас ребята, которые в центре ядра недели находятся. А это 49.2 по 49.3. А вот такие, в общем, ребята прошлись на недельки. О дельте ударные были по 2 тонны. Вот у нас в ядре пятницы. Ну, как раз 48.2,9,48,45. Здесь вот они и зафиксированы. И еще одна двушка, вот она прошла. Ну, в общем, если уйдут ниже 48.3, рисковать на минимуме, брать покупку, то это заканчивается сбросом стопорей. Если ваша покупка, которая открыта вот с минимума, там, пятница, выдержит и пробьет уровень, ядра недели останется только дождаться уже, как будет уверенность себя вести байер на 50. Достаточно психологически важный уровень, это болтос. Вот 5 тонн дельта была на неделе по байерам. 5.3. Ну, вот пятница, видите, тихо по селлерам, по самым байерам более-менее себя активно ведут. Золото. Подбираемся к 13.00. Ликвидка идет более-менее. Сейчас мы подням, посмотрим. Даже я бы подчеркнул не более-менее, а повышенные были оборотики вот 8, 9 и 10 число. И даже вот вышли на 12.95. Это за период с 15.03. Грубо говоря, там, весна и часть лета. Значит, 12.05 у нас так и остался магическим уровнем ограничения торговли по золоту. И тут у нас 12.99, 13.00 был магическим уровнем сопротивления. Поддержка у нас 12.05, грубо говоря, даже вот можно взять спокойно 12.10. А здесь не выпускали по объему, прям видно, что не давали особо торговать за 12.90. И вот сейчас у нас третий подход за этот период. Раз, два и три. Причем предыдущие подходы были, допустим, здесь без особого внимания со стороны объемных участников. Тут как раз объемные участники заходили, похоже, на продажку. И первый раз подход к этому уровню идет, опять же, на объеме. Давайте посмотрим по дельте. Тут у нас действительно были, ну, пока шли до уровня байера, потом агрессивно, вот, 2-3 дня солера более, по 3-4 тонны. Сейчас, пока идут байеры, небольшая дельта, это можно списать на фиксацию 4 дней. 4 дня поработали, вот можно и зафиксироваться. Вполне подходящий и предсказуемый вывод. Значит, будет интерес, 4 дня заходят. Судя по всему, вот, 4 дня с 1 августа можно брать, комбинировать с текущей неделей. Это и есть основная площадка для торговли на золоте. Ориентирная. Если будут удерживать, соответственно, байеры там на долгосрок, возможно, до декабря и зашли. Так, тут у нас по объемчикам понятно. Сейчас мы это все дело зафиксируем на дневном таймфрейме и S&P. Так, у нас уже час. прошел заканчивать. значит, 4 дня, 7, 8, 9, 10 байеры были по чесноку, все как положено. 12,68 поддержка, это 8 и 9 число учитывается. По 12,74,5. Так, 9 число. Потом у нас плотненько 2 дня. Там, где один день, я не выделяю. Но это второго ранга, но вы их тоже фиксируете. 12,78,5. Я их не буду особо засорять, сетку. но вам они пригодятся. Не помешают. Так, 85,8,7,5. Тут 2,5 бакса в агрессоры на покупку продолжали бороться за 12,90. Прошли уже, она, в принципе, отработана. вот 12,94. Пускай будет это по текущему дню у нас 11 число поддержка непосредственно у максимума. Сейчас на этом уровне откорректировались вполне нормально. Учитывайте тот факт, что 76-я у нас WP находится. Это по WP настройка по месяцам. Сейчас мы на пятнашке посмотрим, где она более оперативно идет. Боевой фронт недели WP 12, ну, недалеко, там, 78,8. Обратите внимание на модель сброса и тех, и других. Тут сбрасывали обе команды уже. Значит, ключевая точка массив самый сейчас востребованный для следующей недели 12,90 по 94 ровно. Это весь коридор просто два дня хорошенько запаковали. Всех байеров, которые здесь принимали участие на 93 дня поддерживали и сегодня тоже отличились. И тех селеров, которые тут защищали 94-ю тоже скинули аж, видите, куда занесло котировочку. Там кто-то объемно собрал кладбище с топорей 96,5-97,5-97,5-97,5-97,5-97. Может, даже 98. В общем, отметки 98 по 96 вполне могут быть кладбищем у либо фиксацией, вернее, я ошибся, фиксацией у байеров и у байеров кладбища вот здесь у нас 94-ю и 86-ю 8-ю пятница возвращается на 94-ю с половиной и похоже, что мы сейчас по объемам самая ликвидная сессия, да, видите, вот, но они, в принципе, неплохо идут и шли и вторник 20-ю 23-ю за пятнашку, потом сегодня у нас пик был почти 24 тонны и WPF немножко сильное отклонение вполне могут вернуться к нему то есть поддержка особенного среда я бы выделил сейчас освежить надо память по открытому интересу да, всю неделю фактически кроме понедельника шли на открытие позиций вот, 4 дня все они ликвидные и все они мы сейчас их кастомизировано отсортируем по дельте так, это у нас будет вторник ставим здесь 50 копеек чтобы плотнее была сетка и ограничиваем только вторник берем так, значит вторник у нас гиперплотная 66 по 8 числа уровень по 71 спокойно да конкретно по понедельнику потом смотрим по среде так хоп так хоп так хоп так 74 стоит обратить внимание 74,5 как раз неплохой по активности уровень и плотненько 82 по 83,5 мы отметим оживленность 83,5 так теперь смотрим четверг да вот она поддержка нашлась 87,5 и 85 сейчас мы другим оттенком подсветим эти уровни которые вот свежие 87,5 отработали пока еще надежда есть потом идет после 87,5 плотненько до 85 и вот край 90 фактически потом у нас идут селлеры уже за сегодня нужно посмотреть видите видите в селлеры были не выше 92 а там сейчас цена уже выше намного поэтому селлеры обязательно должны уйти минимум ниже 85 чтобы хотя бы показать хоть какой-то контроль цены по сути чем дольше будет оставаться ценник выше 93 тем хуже ситуация у селлера то есть он не может вывести позит вернее ценник даже ниже средневзвешенной по своей продаже ну здесь начинается 92,5 по 90 его самая активная часть с 2 дня то есть если ниже 89 и 87 не пустят цену соответственно селлеры не могут контроль взять не получается по каким-то причинам поэтому дождитесь пока хотя бы ниже 88 бросить золото если будете искать сценарий на продажу а вот с покупками если открыта покупка то все внимание на массивность 90 94 это кирпичик такой объемный если будут строго удерживать цену выше данного массива соответственно у нас пока байеры контролируют цену если селлеры даже будут вот такие просадки делать но ненадолго соответственно у них контроль слабый видите по объему здесь не особо получается у них поэтому для продаж вот 85 и 87 пробитие это ближайший сценарий который вообще должен рассматриваться как важный по объемчикам кто-то там по 97 96 поработал ну как видите сбросили две команды пока закрывается если не брать этот сброс манипулятивный на потолке закрывается точно так же как четверг видите они в этой точке стоят уже второй день поэтому пробитие данного диапазона уже таким мощным подтверждающим фактором будет пробитие вот этого кладбища 98 вот такие в общем истории и S&P график в 3D модели мы ну была такая концепция где-то три года назад по сути как бы три оси идет цена время и объем то есть 3D 3D маркет ось цены времени и ось объема по сути были наброски таких графиков тяжеловато воспринимаются как бы нужно привыкать на самом деле там с точки зрения там красоты графика тоже сомнительно очень внимательная детализация должна быть этого графика непонятно как фильтры на нем распихивать то есть целую инфраструктуру нужно придумать и спроектировать чтобы их ввести в обслуживание причем какого-то удобства либо скорости в анализе данных каких-то пока еще не заметил так что прям вот все бросить и заниматься этим графиком но я думаю что в будущем они очень скоро появятся потому что данных очень много уже крупные компании дата-центры которые собирают эту инфу не знают что с ней делать зачем она хранится для чего так это у нас S&P как видите за два контракта это с марта у нас такая уже отсечка была вот она тогда она прошлась с 44 по 24 05 60 долларов отсечка была густой потом в начале контракта небольшая такая достаточно незаметная с 24 0 по 24 45 45 долларов и сегодня у нас 24.30 по 24.88 89 60 долларов практически 60 долларов поэтому мы видели похуже просечки просадки вернее отсечки и 5 долларов вполне судя по закономерности может в понедельник еще выполнен быть заказ на просадку 65 долларов так пока вот видите резкий возврат обратно не наблюдается как прошлый раз видите с 17.05 волатильная сессия и потом возврат обратно пока вот висят на минимуме этого коррекционного момента признак того что у селлеров больше возможностей и пока у них контроль так и стоит контроль пока за ними так давайте посмотрим теперь конкретно текущий контракт чтобы у нас было представление о реальных позициях которые уже не которые как раз могут быть в рынке в отличие от тех которые прошли период экспирации значит 75 24.75 у нас ядро контракта по 65 смело округлим 20 баксов вполне в хороший коридорчик там же зоно стоимости естественно и был сброс продавцов обратите внимание специально за 80 сходили даже до 88 отметились 88 с половиной даже вот такой был прощальный маневр после такого флета из опыта если был какой-то тренд на рост и потом под месяц 3 недели месяц на максимуме контракта висит вот так сплошняком S&P если я помню то как раз похожая картина была 2008 перед обвалом тоже там контракт очень долго висел или пол контракта даже висела на самом потолке по S&P и потом уже осенью это все дело начала валиться вот такая похожая картина была в 2008 году позиции открывают то есть видите ребят там очень много 3 миллиона уже позиций и с учетом вот этого сброса даже увеличилось количество каких-то сделок посмотрим какая там дельта крупная дельта была на самом опасном дне это 10-08 и сразу же идут 8,5 дельта на покупку дельта на неделю в принципе с 4 числа была на стороне байера поэтому явно у кого-то были намерения сбросить агрессивно этих всех ребят 83 тонны конечно дельта на 50 сброс вот на 40 немножко вкинули топовая была 50 тысяч по покупкам она в принципе вот даже немножко победила у сейеров но 83 в этом контракте еще не было ликвидность пиковая 2,2 почти 2,3 оборот 2,3 4 2,3 обе сессии здесь на минимуме контракта а здесь ближе к максимуму но тут уже такая волатильность началась что фактически уже середина контракта пол контракта отрезали как серпом ликвидность 7 5,8 почти полтора полтора и сегодня 1,7 ой 1,1 оборот ликвидности в общем так дельта была 5 сессий из 5 сессий только одна на шарте даже сегодня вроде покупки события значительные по ликвидности это вторая сессия только за контракт давайте посмотрим по сбалансикам значит даже сегодня открытие позиции идет то есть 3,1 оборот по сегодня открытый интерес по ликвидности опять же топовая 2,2 2,3 оборот ликвидности по сопротивлением пока вот все дело в этом коридоре который пятница не смелится никак пробить это 43,4 по 24,47 этот коридорчик даже если брать более точно вот 45,47 2 доллара а что делают с целой пятницей 2 доллара остановили пятницу прям никуда не пускают 50 по 51 в половиной тут вообще полтора долларов ближайший уровень сопротивления здесь чуть пошире 59,5 по 62 самая ликвидная сессия самая агрессивная по продажам и открыт интерес так пока я не успокоился 8,08 тут интересные были уровни тоже отработаны неплохо причем единственное что плохо это то что рано закрывают закрыли рано и 79 на этом закрылись не знали что будет провал так ядров и максимальная дельта у нас 24,78 по левой гистограммке объем берем ядро контракта перенесли наверх это первый звоночек к продажам если это причем близко к экспирации то это незамедлительно может произойти значит 68 74,5 самый плотный коридор вернемся к нему появятся шансы на восстановление воскресней динамики могут они еще там денек просесть поэтому сразу спешить на покупки запрыгивать не стоит хоть оно и так очень выглядит заманчиво видите ликвидность сегодня не особо хоть открыт интерес не рухнул но ажиотажно тут пока никто не поработал будет расставлять все на свои места понедельник поддержка пока вот 36 по 34 2 бакса остановили четверг и понедельник у этого уровня возможно с него понедельник будет корректироваться в принципе если не пустят выше этого коридора в понедельник вполне могут еще добросить шортов обязательно в этот момент зафиксируйте когда они заливать будут шорты и не пускать выше и соответственно можно будет еще прокатиться если такое обнаружится пройдут ударным импульсом соответственно не придется здесь мучиться мониторить на предмет защиты коридора тогда уже будем ждать их у ядра контракта в прошлый раз в прошлый раз давайте на баром графике они вернулись давайте возьму еще с декабря того года такие раз контракт точно отсечки происходят это нормальное явление просто нужно их предугадать так 65 баксов тут у нас получается 21.03 рухнули да этот контракт был без особых таких маневров здесь значит два дня три дня на шорт ушли и за два-три дня тоже вернулись ну грубо говоря у нас тут уже четвертый день стоят ну три дня движения и фактически не раньше среды а следу как раз могут объявить там по фонке какие-то свои маневры с простотой ставкой и это может либо они вернут прямо к этому диапазону цену и с него потом дальше пойдут наверх но это уже будет как-то слишком под линеечку я думаю что надо как-то разнообразить либо же им все равно не знаю но пробить этот коридор им край важно потому что это сопротивление непосредственно по объему тогда у нас откроется допуск вот к этой части графика которая в будущем может быть справа здесь на защиту уровня пока нет объема сегодня объем слабенький хоть открыт интерес и открыт пока поэтому коррекционный момент может закончиться относительно вот этой движения недели непосредственно у ближайших сопротивлений это мы их зафиксировали на дневном графике я еще подчеркнув важность ценного уровня вот на пятнашке видите 160 150 тонн потом ликвидность была неплохой до самого часа дня то есть тут агрессивно бомбили прям здесь у нас 53.25 и 51 смело можно брать коридор сопротивления начинается потом давайте лучше кастомизированный профиль возьму чтобы сверхточно это все выделить и не допустить ошибки да вот видео пустили 50.25 по 53.5 плотно целера защита все как в книжках пишут и здесь плотненьких коридоров но поменьше конечно агрессора вот две точки самые такие ядовитые и 36.25 вот пока у этого коридора остановились 46.00 по 48.00 49.00 ну здесь да 46.00 точно это вот ближайший уровень сопротивления который нужно одолеть причем его пока еще не одолели по сути тут 43.00 немножко прошли а 44.00 так и не смелились на 46.00 уже тестировали два раза вот и теперь посмотрите ликвидность сегодня то есть по сравнению с четвергом на на сравнение тут даже нечего сравнивать буквально небольшой выброс 88 130 здесь было 200 под закрытие и два раза по 150 и выше под открытие то есть ну значимые объемы были непосредственно в четверг ядро более точно если зафиксить это 63 по 76 это у нас вот коридорчик VWP он же окрестили его индикатор отклонения сделать 460 ну как раз подход к ядру недели сопротивление на макушке недели было 82.5 и вот там 86.25 непосредственно вторник прощался с ребятами на продажу и пятница плюс четверг не забываем что четверг неплохо сбросили интродейщики на всякий случай возможно все таки будет поддержка 40 36.5 по крайней мере она должна быть на объеме вот это слабее объем чем был объем в четверг так ну вот в общем-то на сегодня все спасибо что пришли вам светлых солнечных дней берегите себя напомним в среду в четверг будут важные события и встретимся на следующей пятнице в 20.00 по этой же ссылке все как и 6 лет подряд всего хорошего до свидания пока